Итак, очередной сезон закончился. Убрали мы все однолетние культуры, остались пустые грядки. Ну, у кого-то грядки, у меня контейнеры пустые. Они, правда, не совсем пустые. Вот там внутри, в земле, в этих контейнерах, остались корни наших растений, остались куски стеблей, остались части ботвы, листья какие-то. Самое главное, там остались споры заболеваний. Ну и, конечно, эта почва, в которой растлетие однолетней культуры, уже полностью истощена. Что с ней делать? Можно, конечно, ее просто выбросить. И я смотрю, здесь многие так и делают. Вот эту почву, использованную однолетнюю, они выбрасывают в биоконтейнеры. Весной едут, покупают новую и опять высаживают какие-то однолетние культуры. Я считаю, это неправильно, это совсем неправильно. Ведь эту почву можно улучшить, и она снова будет работать, прекрасно будет работать уже в следующем сезоне. Тем более, когда у нас есть вот такой замечательный биопрепарат. Этот препарат называется Экостерн. В Украине тоже есть его аналог. Это такая своеобразная смесь полезных бактерий, которые, попадая в почву, миллионы этих бактерий начинают активно перерабатывать вот все те оставшиеся там растительные остатки. Корешки, ботву, листья. В процессе переработки они увеличивают плодородность этой почвы. Они способствуют образованию гумуса. Они насыщают почву полезной активной микрофлорой. Ну и плюс, они обеззараживают эту почву. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности эти бактерии выделяют вещества, которые борются со спорами всевозможных заболеваний. В результате мы, садоводы, получаем здоровую почву, еще и с хорошей питательностью. И ее вполне можно использовать на следующий год. Обработку грядок или контейнеров этим препаратом можно проводить весной, перед посевом семян, перед посадкой саженцев каких-то. Можно проводить летом, в период вегетации наших растений. А можно проводить осенью, после сбора урожая. Вот как я сейчас и буду делать. Можно обрабатывать путем опрыскивания. А можно обрабатывать путем полива наших грядок или наших контейнеров. В среднем примерно 10-15 миллилитров на 10 литров воды. Ну вот такой колпачок 15 миллилитров. Но обязательно читайте инструкцию вот здесь на обратной стороне, потому что все-таки некоторое различие в применении, в дозировке этого препарата есть. В том числе по контейнерным растениям. Вот здесь рекомендуется примерно 25 миллилитров на 10 литров воды. Вот сейчас я разведу этот препарат и буду обрабатывать свои контейнеры. Сразу хочу напомнить, что разводить биопрепараты нужно соблюдая определенные правила. Я надеюсь в ближайшее время сниму об этом видео, где подробно об этом расскажу. Потому что очень часто в комментариях можно прочитать, мол биопрепараты не работают. Скорее всего вы что-то делаете не так. Итак, я взял 10 литров теплой воды. Что значит теплой воды? Давайте померяем температуру. Температура 20 градусов. Идеально. Почему это так важно? Дело в том, что хранятся биопрепараты при низких температурах, ну грубо говоря в холодильнике. Тогда вот эти вот бактерии находятся в спящем состоянии. И такие биопрепараты в холодном состоянии можно хранить достаточно долго. Но нам они нужны активные. Поэтому мы вот эти бактерии заселяем в теплую воду. Даем им постоять где-то полчаса. Они оживают эти бактерии и начинают активно работать. Вот так это правильно делать. Напомню, как я сказал, примерно 25 миллилитров вот этого препарата на 10 литров воды нам нужно развести. Обязательно биопрепарат нужно тщательно взболтать. И обязательно тщательно перемешиваем. Все, рабочий раствор фактически готов. Даем ему постоять полчаса, чтобы бактерии ожили. И будем поливать наши контейнеры и грядки. Итак, полчаса прошло. Размешиваем еще раз и можем поливать. Начнем с пустых контейнеров. После того, как полили, очень важно. Возьмите какие-то грабли и немножко все это дело взрыхлите. Как бы заделайте эти бактерии туда, вниз. Неглубоко. Теперь пойдем польем контейнеры с живыми растениями. Ну и наконец, я могу полить даже комнатами. Комнатные растения. Это и комнатные растения. Подселю очередную порцию вот этих полезных бактерий, чтобы они работали в этой почве и улучшали ее. Ну, наверное, на сегодня все. Напомню, что у меня есть целый плейлист, посвященный биопрепаратам. Вот сейчас, в конце этого видео, у вас появится ссылочка на него. Если вам интересно, смотрите. О многих биопрепаратах я рассказывал. И, надеюсь, продолжу это. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.